книга открытым оком вопрос двести восемьдесят два первый том политика исход двадцать десять день седьмой суббота господу богу твоему не делай вон и никакого дела не ты не сын твой не дочь твоя не раб твой не рабыня твоя не вол твой не осел твой не всякий скот твой не пришлиц который в жилищах твои почему субботний день не соблюдается а соблюдать принято воскресенье не является ли это нарушением и самодеятельности отвечает игнати тихоныч лапкин сам по себе вопрос уже радует поставлен открыто и смело значит есть плод от того чем мы занимаемся не нужно никогда сюсюкать с придыханием перед вышестоящим но всегда нужно говорить смело с достоинством как говорил иов не переходя границы дозволенного богом сектантская узость взгляда на истину идет дорогой буквализма и все что сказано было евреем конкретно евреем механически переносят на себя это неверно и свойственно только самонадеянным слепцам духоносные мужи вселенской православной церкви в каждой заповеди ветхого завета видели прообраз новозаветного ее исполнение откровение 21 5 и сказал сидящий на престоле все творю все новое и говорит мне напиши ибо слова сии истины и верны исайя 65 17 ибо вот я творю новое небо и новую землю и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце новый космический порядок вещей всюду утвердился после смерти и воскресения христа евреям 10 1 закон имея тень будущих благ они самый образ вещей одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми никогда не может сделать совершенными приходящих с ними колоссянам 217 это есть тень будущего а тело во христе слово суббота шаббат означает покой в новозаветном понимании мы получили этот покой освобожденные от рабства греху евреям 4 9 посему для народа божия еще остается субботства иоанна 8 34-36 иисус отвечал им истинно истинно говорю вам всякий делающий грех есть раб греха но раб не пребывает в доме вечно сын пребывает вечно и так если сын освободит вас то истинно свободны будете когда нас господь освободил от этого рабства и где на кресте крестной смерти евреям 2 14 а как дети причастны плоти и крови то и он также воспринял оные дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола все умершие до христа находились при исподних местах земли 1 петра 4 6 ибо для того и мертвым было благовествуемо чтобы они подвергшись суду по человеку плотью жили по богу духом христос сходил к ним и проповедовал 1 петра 3 19 которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал проповедовал пятницу он был распят его труд на земле был окончен в субботу сошедши душою своей в преисподние места он проповедовал трудился и тут труд его был завершён покоем первый день недели воскресенье покой определялся радостью христос говорил иоанна 16 20 истинно истинно говорю вам вы вас плачете и возрыдаете а мир возрадуется вы печальны будете но печаль ваша в радость будет какой день они возрадовались ясно что в первый день недели седьмой день они сидели запертые и печальные об этом пророк давид предсказал за тысячу лет так салом 117 22 27 камень который отвергли строители соделался главою угла это от господа и есть дивно в очах наших сей день сотворил господь возрадуемся и возвеселимся вон и о господи спаси же о господи споспешествуй же благословен грядущий во имя господне благословляем вас из дома господне бог господь и осиял нас вяжите вервями жертву ведите к рогам жертвенника какой день предзнаменовал псалмопевец что его бог сотворил для радости субботу радовались христопродавцы иудеи они поздравляли друг друга что избавились от обманщика как они говорили поэтому то первые христиане устраивали свои собрания в общинах воскресенье день господень день солнца правды первый день недели 1 коринфянам 16 2 первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает сколько позволит ему состояние чтобы не делать сборов когда я приду святые отцы установившие каноны церкви предусматривающие праздновать этот день поступали строго по писанию а сама нади самодеятельностью занимаются именно сектанты находящиеся вне церкви и в этом мы им не уступим ни на йоту сегодня воскресенье первый день во сне суслады и зачатие недели поспим подольше сладость нам не лень на обнимаюсь с миленькой постели расчет простой тому кто холостой мерещится семейные уюты женатый от мечтался он пустой и для души теперь нет ни минуты ждем вожделенного до зрелых лет зашкалило ума воображение ушло в момент и ничего то нет осталась боль тоска и сожаление блажены те кто все превыше всех избрал вобрал служение иегове серьезно жил а не курям на смех себе и ближним оказался годен решил расслабиться чуть-чуть себе позволить понежиться под пышным одеялом понять себя истратить истрать трипуда соли и даже этого кажется нам мало накопленный упорством жизни опыт с каталогом на все явления жизни воскресный день не превратишь в копоть всем по потребностям как жили в коммунизме все также расторопно и упорно отли не отгребайся в два весла до заповеди всех синайских и нагорных плоть усмиряй как дикого осла не позволяй достигнутого сбоем так запросто под утро растерять объятия разомкни несет нас вспять обоих да это челн бросает они мою кровать шторма пройдут я обрубаю мачту на пол на палубу мой парус одеяла канаты подтянуть корма затихла в качке мы оба рады солнце сквозь ливень засияло 12 мая 2002 год игнатий лапкин